Здравствуйте! В эфире Азов.Инфо в студии Наталья Пославская. Муниципальное предприятие «Теплоэнерго» с задачами, поставленными на первом этапе отопительного сезона, справилось успешно. Такое заявление сделал заместитель главы администрации Анатолий Рябаконь на сегодняшней планерке служб жизнеобеспечения. Подробности в материале наших корреспондентов. Сегодня заместитель главы администрации Анатолий Рябаконь провел еженедельное планерное совещание с руководителями служб жизнеобеспечения. Главный вопрос – подведение итогов начала отопительного сезона. С 11 октября производился поэтапный запуск котельных. С 11 октября МУП «Теплоэнерго» приступила к пуску тепла от своих котельных. 27 сентября 2016 года, в 18.00, была подключена котельная Коганинская шоссе 3 по письму родильного дома. 11 октября в течение дня были подключены 29 котельных и тепловая сеть от котельной МБ «Водоканал». Что составляет многоквартирных жилых домов, 282 объекта, социально значимых объектов, детских садов – 18, школ – 10, лечебных учреждений – 6, детских домов – 1. На следующий день была подключена тепловая сеть от котельной Азовского морского порта. 12 октября – от котельной АОМЗ. В настоящее время тепло стабильно подают все котельные города. Однако за прошедшую неделю диспетчеры службы 05 приняли порядка полутора тысяч жалоб на отсутствие тепла в многоквартирных домах. Анатолий Рябаконь пояснил, что это связано с проблемами регулировки внутридомовых сетей, которые ежегодно возникают в первые две недели отопительного сезона. Заместитель начальника департамента ЖКХ Сергей Горохов сообщил о последнем этапе капремонта улицы Севастопольской. Сейчас нанесены линии горизонтальной разметки, это сплошные, разделительные, также пешеходный переход, обозначенные зоной парковки. Сегодня планируется выполнить работы по нанесению горизонтальной разметки, направления движения по полосам. Сергей Горохов заверил, что до конца текущей недели все благоустроительные работы на улице Севастопольской будут завершены. Татьяна Иваченко, Юрий Друзякин, Азов.Инфо. Согласно официальной статистике, наркотические средства регулярно употребляют около 5 миллионов россиян. Среди них подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет до 2 миллионов. В целях профилактики распространения наркомании правительством Российской Федерации введена система раннего выявления употребления запрещенных веществ. О ее реализации в Азове в следующем материале. Сегодня в школе номер один прошел медицинский осмотр учащихся 11 классов с добровольным тестированием на употребление наркотических и психотропных веществ, а именно марихуаны, морфина и амфетамина. Процедура проводится с использованием тест-полосок, которые, по словам специалиста наркологического диспансера Татьяны Резковой, имеют 99,9% достоверности. Это экспресс-метод, предварительный. Через три минуты каждому будет сообщен его результат. Результат считается предварительным, потому что у детей, лечившихся от острой респираторной вирусной инфекции и принимавших по назначению врача каденцодержащие препараты, может среагировать тест-полоска на морфин, что и было зафиксировано в нескольких территориях Ростовской области. Когда проводили дифференцировку, и вот из этих вот случаев, где-то процентов 90, оказалось, что дети не наркотик употребляли именно по назначению врача средства. Сегодняшнее тестирование завершает проверку учащихся 11 классов школ города Азова. Как и в прежние годы, употребляющих наркотики молодых людей не выявлено. Вот они, когда ребятки выходят, говорят, ура, ура, мы не наркоманы. Но этот тест о чем говорит? Что в данный момент, вот сегодня именно, в данный момент данных веществ, трех, амфетамин, морфин и марихуана нет в организме. Вот только об этом. А может быть человек спайс и соли сейчас очень актуально в молодежной среде. Но это тесты не выявляют. Иногда родителями и педагогами высказывается мнение о формальности этой затратной для бюджета процедуры. От тестирования можно отказаться. Профилактически будем проводить, с каждым беседовать и выявлять. И может быть, может быть, вот по профосмотру, даже без, даже если тесты будут отрицательные все, будем рекомендовать некоторым подросткам именно выяснять, что, пожалуйста, обратитесь к специалистам, к нам приходите, добровольно, добровольно, к нашим медицинским психологам и так далее. С завтрашнего дня начнется тестирование молодежи, обучающейся в учебных заведениях начального, среднего и высшего звена. Татьяна Ивашенко, Юрий Друзякин, Азов.Инфо. Ученые Азовского музея-заповедника не перестают удивлять новыми открытиями. Предметы, найденные на раскопах в период реставрации, предстают в новом свете. Так произошло с чугунным ядром, на котором археологи обнаружили два клейма в форме распускающихся тюльпанов. В период реставрации, найденных раритетов, археологи акцентируют внимание на интересных деталях. Так случилось с ядром, обнаруженным в числе прочих на раскопе по улице Октябрьская, 25. Достаточно странно видеть клеймо в виде тюльпана на пушечном ядре, судьба которого разлететься на куски при первом выстреле. Вероятно, это относится к периоду, когда в Турции тюльпаны помещались буквально всюду. Не только на обычные предметы, на керамику, на ткани, но и на архитектурные детали, и, вероятно, на пушечное ядро. Тюльпан был очень популярен в искусстве Турции на протяжении многих столетий. В истории Османской империи в первой половине XVIII века был особый период, который получил название «эпоха тюльпанов». В это время их изображение встречалось повсюду – на тканях, керамике, архитектурных постройках, деревянной резьбе, металлической посуде и даже курительные трубки были в форме тюльпана. Предметы этого прикладного искусства можно увидеть в экспозициях Азовского музея-заповедника. Эпоха тюльпанов заканчивается в 1736 году, с началом русско-турецкой войны. Очевидно, в это время и попало чугунное ядро с изображением тюльпана в турецкую крепость Азов. Людмила Улихина, Валентин Сираж, Азов.Инфо Азовские баскетболисты стали чемпионами Юга России и области, а также заняли 5-е место в чемпионате России среди любителей. Команда обновилась, в ее состав вошли 4 новых игрока. И на данном этапе идет сыгрывание спортсменов. Прошедшие матчи показали слабые места команды. И сейчас азовские баскетболисты проводят работу над ошибками. Проиграли мы хоть и 8 очков команде «Штурм». Они второе место в прошлом году заняли, город Ростов. 8 очков проиграли, но проиграли в самой концовке. В этой ситуации как раз и не хватает поддержки болельщиков. Очень не хватает. Потому что в моральном плане всегда проще играть, когда домашняя игра, когда трибуны полные, болеют все за Азов. Ну и, конечно, сопернику всегда проблемнее играть, когда против него не только команда, но еще и болельщиков большое количество. В это воскресенье нашим игрокам предстоит сложная встреча с таганрогской командой «Интек». Игра состоится в воскресенье в 12.30 с «Дюшор 9» в бассейн. Будем рады всех видеть, всех болельщиков будем рады видеть на нашей игре. Открытый турнир по боксу Таганрогского казачьего округа, посвященный празднику Покрова, прошел в Неклиновском районе, в поселке Золотая Коса. В соревновании приняли участие 300 спортсменов из Ростовской области, а также из Донецка и Луганских народных республик. Азов представили 20 воспитанников 9-й спортивной школы. В итоге они завоевали 6 первых, 4 вторых и 4 третьих места. В числе золотых медалистов – Бездуганов Вячеслав, Буцаленко Степан, Родин Илья, Фокин Андрей, Филипенко Иван и Жарков Валерий. Они воспитанники двух заслуженных тренеров – Сергея Романенко и Павла Высоцкого. Владимир Конкин, главный тренер Ростовской области по хоккею на траве, удостоен сегодня звания «Лучший тренер области», а также награжден медалью губернатора. Это благодаря всему тренерскому коллективу. Почему? Потому что, понятно, я как во главе получаю эту медаль, но в принципе здесь и юношеские тренера, и подростковые – все в одной упряжке, и мы делаем единые целы. Поэтому все заслужили этой награды. Сейчас команда готовится к первенству России по хоккею на траве среди юниоров. Соперники очень сильные. Практически это приедет команды молодежи, которые участвующие в Суперлиге, Высшей лиге команды. Поэтому здесь будет Москва, Екатеринбург, Казань, Мособласть. И мы выставляем две команды. По словам Владимира Конкина, у команды ТАНа нет другой задачи, кроме как быть в призерах. И это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. Спонсор прогноза – сеть дешевых аптек. Мы заботимся о Вашем здоровье. До свидания. Сеть дешевых аптек предлагает традиционно качественные препараты по низким ценам. У нас Вы всегда сможете приобрести лекарственные препараты, товары для здоровья и красоты, гомеопатические средства. Все для детей и беременных. Мы заботимся о Вашем здоровье. Азов, Привокзальная, 23. Телефон 46-046. Московская, 76. Телефон 4-24-73. 19 октября ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 8, плюс 10, ночью плюс 1, плюс 3 градуса. Ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. Влажность воздуха 56%. Уровень воды в реке Дон на 42 сантиметра ниже отметки 0. Температура воды в реке плюс 13. Атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба. Гомофон в норме. Редактор субтитров А.Семкин